Благоустройство дворов в областном центре будет продолжено. Средства на реконструкцию и ремонт дворовых территорий выделяются уже второй год в рамках федеральной программы «Новые дороги городов России». Но в Кирове еще остаются проблемные участки. Перспективы их ремонта и ход выполнения программы обсуждались на выездном заседании Общественного совета при главе города по контролю за реализацией средств, выделенных из федерального бюджета. Подробности у Кирилла Сесолятина. Во многих дворах Кирова ремонт не производили с момента сдачи домов. В таких случаях, как правило, приходится и асфальтировать дорогу для транспорта, и оборудовать территорию для пешеходов. И один из насущных вопросов – в какой высоте делать бордюр? Ширина проезжей части в данном случае при установке повышенного бордюра не даст возможности разъехаться двум транспортным средствам, в связи с чем и было принято решение, на основании которого был установлен пониженный бордюр, чтобы обеспечить разъезд транспортных средств. Кроме того, необходим подъезд скорой помощи в случае оставления транспортного средства на проезжей части на дворовой территории, необходим подъезд скорой помощи пожарных автомобилей. Таким решением остались довольны лишь жильцы-автолюбители. Обычные же пешеходы не хотят делить с автомобилями свою территорию для прогулок у дома. Власти считают такое решение правильным и надеются, что жильцы найдут компромисс. Далее общественный совет перешел к основной теме. Каждую осень двор дома номер 30 по Октябрьскому проспекту превращается в огромную лужу, которая разрастается до подъездов. Жильцы обращались с просьбой провести ремонт двора в ЖКО и управляющую компанию, где предлагали им помочь только с составлением сметы. Сейчас вопросом ремонта занялась администрация. Сегодня мы как раз приехали с общественным советом и с представителями администрации Октябрьского района и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы найти вопрос по решению данной проблемы конкретно вот сейчас. Естественно, заасфальтировать в полном объеме вряд ли удастся, но мы сейчас это будем как раз и обсуждать. Какие у нас тут есть варианты? Для чего специалистов-то сюда мы и приехали, чтобы посмотреть, что тут можно сделать сейчас в данном случае? Такой двор в Кирове не один, и вопрос о них в администрации города сейчас решается. Отметим, что на сегодняшний день за текущий год отремонтировано 62 двора. Кирилл Сесолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.